Нутритивная поддержка Нутритивная поддержка Нутритивная поддержка Б. Белковая энергетическая недостаточность. Это дефицит энергии вследствие хронического недостатка всех макронутриентов, то есть белков, жиров или углеводов, которые вы должны принимать с пищей или с дополнительным питанием. И еще одно сложное слово. Биоимпедансометрия. Это современный высокочастотный метод определения состава тела человека. Основан на ультразвуковом исследовании тканей. В основном он замеряет объем жидкости, затем по формулам пересчитывается объем тех или других тканей соотношения. На букву В. Водный баланс. Вода. Важнейший элемент для поддержания жизнедеятельности организма. Принимать нужно воды. Воды не просто жидкости. Не менее 30 мл на килограмм веса человека. Пожалуйста, если вы слышите, вы часто слышите, нужно больше пить, нужно больше пить. Нужно пить не меньше 2 литров жидкости. Это не совсем так. На самом деле все вы знаете или должны знать свой вес. Пересчитывайте. Если ваш вес 60 кг, соответственно умножаем на 30. И воды нужно принимать 1800 мл в день. Если больше, то соответственно и воды больше. Но и следить за тем, как выделяется эта жидкость из организма. Гастростома. Это искусственное отверстие, соединяющее переднюю брюшную стенку с желудком. С помощью гастростомы человек, который не может по каким-либо причинам проглатывать пищу, может получать полноценное питание в обход полости рта и пищевода через брюшную стенку. Да, эта пациентка на момент фотографии уже 2 года вот так вот питается через гастростомы. Она предпочитает таким образом питаться и жить, чем наоборот. Грелин. Это пептидный гормон, который как раз и ответственен за возникающее у нас чувство голода. То есть тогда, когда мы говорим, я хочу есть, это значит, что в организме поступают сигналы в мозг, говорящие о том, что у него недостаток этого гормона и пора уже покушать. Если человек покушал, выделяется гормон грелин и мозг говорит, все, я сыт, я больше не хочу. Беда в том, что опухоль сама, к сожалению, может выделять вот этот гормон грелин, говорящий о том, что ты сыт. Вот этот гормон, эта опухоль обманывает ваш мозг и ваши организмы. Пожалуйста, если вы давно не кушали, не слушайтесь своего мозга в данном случае. Вот здесь уже дальше развивается анорексия, кахексия и так далее. На букву Д. Дисфагия. Это симптом нарушения функции глотания, при котором отмечаются трудности проглатывания пищи или дискомфорт при продвижении пищи от ротовой полости до желудка. Мы часто спрашиваем вас, что вы можете проглотить. Вот вы говорите, мне трудно проглотить. Что? Вы можете съесть кусок мяса, вы можете съесть кашу, вы можете съесть черный хлеб, или вы можете проглотить воду, или вы не можете проглотить ничего. Это мы не издеваемся, не утрируем. Это мы пытаемся определить степень дисфагии, для того, чтобы понимать, какие меры нужно нам принять в том или иной ситуации. Ну и четвертая степень, это полная непроходимость пищевого комка или воды, мы называем это афагией, отсутствием продвижения пищевого комка. Диарея. Это неоформленный или жидкий стул три или более раза в день, или чаще, чем это свойственно для конкретного человека. Если стул частый, но оформленный, несколько раз в день, но это нормальная каловая масса, то это не является диареей. Зондовое питание. Это один из способов введения питательных веществ в организм, если человек не может получать их через рот самостоятельно. И зондовое питание может быть с помощью установки назогастрального зонда, когда зонд вводится в нос, и кончик зонда находится прямо в желудке. Назоеюнальный зонд, когда зонд вводится также через нос, но кончик зонда находится в тощей кишке еюна. И индекс массы тела – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, и косвенно оценить, является масса недостаточной, нормальной или избыточной. Косвенно, потому что на самом деле наиболее адекватна эта формула для людей в возрасте от 20 до 65 лет. И рассчитывается эта формула таким образом. Вес в килограммах делится на рост в метрах квадратных. Не в сантиметрах, а в метрах квадратных. И дальше мы уже нормально считается ИМТ, или индекс массы тела, от 18,5 до 24,9. Продукты, которые следует исключить из питания пациенту, страдающего злокачественным образованием, получающим то или иное противопухолевое лечение. Это сырые мясо и рыбы, суши, креветки, крабы, сырые яйца, сырое молоко, немытые фрукты, овощи. Эта часть слайда говорит о продуктах, которые могут стать источником инфекции для вас, к сожалению. И мы просим исключить продукты, квашеную капусту, баклажаны, жирную тяжелую пищу, свинину, сало, копченые колбасы и рыбу горячего копчения в больших количествах. Конечно, если хочется, то иногда можно понюхать, пососать, пожевать. Но у нас же у каждого свои вкусовые привычки, поэтому в больших количествах эту пищу нужно исключить, просто потому что она замедляет продвижение пищи по желудку и усугубляет анорексию. О ней мы говорили с самого начала. Катаболизм – это процесс распада клеток тканей, а также разложения сложной структуры с выделением энергии. То, что происходит с нашими пациентами и гиперкатаболизм, когда вот этот процесс катаболизма вызывается опухолевыми клетками, на фоне чего как раз и развивается кахексия. То есть это распад клеток организма. Кахексия или синдром анорексии кахексии – это многофакторный синдром, который характеризуется потерей массы тела, анорексией, то есть отсутствием аппетита и различными метаболическими нарушениями. Как я уже говорила, это усиленный распад питательных веществ, распад белков в мышцах, синдром хронического воспаления. И существует прекохексия, когда потеря массы тела менее 5%. Мы об этом тоже спрашиваем, когда вы приходите к онкологу, мы вас спрашиваем, сколько веса вы потеряли, за какое время. Высчитываем проценты. Кахексия – потеря массы тела более 5% и рефрактерная, то есть невосполняемая кахексия, к сожалению, когда потеря массы тела уже более 10%. Л. Лептин – это пептидный гормон, который секретируется жировыми клетками. Лептин регулирует энергетический обмен и сгорание жиров в организме, принимает участие в регуляции массы тела, вызывая снижение аппетита. Мукозит – это термин, объясняющий воспалительное поражение слизистых рта, глотки, пищевода и в целом всего желудочно-кишечного тракта в результате противопухолевого лечения. Л. Разная его симптоматика бывает от отеков до изъязвления. Чаще всего развивается на 7-10 день от начала терапии, продолжаясь на фоне нейтропении, которая может тоже в это время развиться, до 2-3 недель. Чаще всего развивается у пациентов, получающих химио-лучевое лечение по поводу опухолей головы и шеи. Два одновременных метода лечения получают пациенты. Малябсорция или синдром малябсорции. Такие слова вы тоже можете у нас слышать, видеть, читать. Это комплекс расстройств, связанный с нарушением всасывания в тонкой кишке нутриентов, витаминов и микроэлементов. Когда вы продукты получаете, происходит нарушение всасывания их в тонкой кишке. Характеризуется возникновением учащенного стула, выраженного метеоризма. И сопутствующие признаки – это жажда, сонливость, быстрая утомляемость, мышечная слабость, снижение веса. Что же такое нутритивный статус? Это комплекс клинических, антропометрических, то есть измеренных и лабораторных показателей, которые характеризуют количественное соотношение мышечной и жировой массы человека. Как вы видите, у человека с одинаковой массой тела может быть совершенно разное соотношение жировых и мышечных структур. Недостаточность питания – это состояние, которое обусловлено несоответствием между поступлением питательных веществ и их расходом. То есть расходуется организмом в результате заболевания, либо в результате поведения человека гораздо меньше, чем поступает с пищей. Все это приводит к снижению массы тела и изменениям, соответственно, компонентного состава организма. Ну вот мы уже говорили о том, что позвольте тоже свою лепту внести в ковид. В последнее время мы очень часто обсуждаем прививки. Очень многие боятся прививок от ковида. Но я вот уже стала отвечать. Противопухолевое лечение без осложнений тоже не бывает. В частности, на данной таблице показаны нутриционные последствия хирургических вмешательств на пищеварительном тракте. И нутриционные последствия, связанные с проведением лучевой терапии, и, естественно, связанные с проведением противопухолево-лекарственной, в частности, цитостатической терапии. То есть не бывает противопухолевого лечения без осложнений. Другое дело, какой они степени развиваются. Первый, второй, третий, четвертый. И как быстро мы успеваем на них среагировать. Поэтому пользы, однако все боятся опухолевых заболеваний, и идут. На лечение, смиряясь с осложнениями. Поэтому я призываю все-таки смириться с осложнениями, могущими возникнуть при проведении вакцины от ковид-инфекции и привиться. Итак, нутритивная поддержка – это лечебное питание, целью которой является обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами с помощью питательных смесей. То есть в одной в этой баночке содержатся все необходимые микроэлементы, витамины, белок, энергия, которые необходимы вашему организму. К сожалению, организм в это время полноценно питаться не может. О, оценка нутритивной недостаточности. Итак, мы возвращаемся к вопросам. Я вас спрашиваю, заметили ли вы спонтанное, то есть непроизвольное снижение массы тела за последнее время, да или нет? Если да, то на сколько? И третий вопрос, имеется ли это снижение аппетита или снижение самого по себе объема питания. Дальше мы считаем баллы. Если пациент набирает более двух баллов, то мы делаем вывод, что проведение нутритивной поддержки необходимо. Парентеральное питание, то есть это питание, которое происходит не через рот, а через вену. Оно применяется в том случае, если пациент не может получать пищу через рот. Она может быть как питатель, производится специальными питательными смесями, которые могут вводиться либо в подключительный катетер или через порт-систему, либо через пик-систему, и периферическая смесь, которая может вводиться в периферическую вену. Я бы поговорила о том, что не стоит принимать. Теперь я хочу сказать на букву «Р» рекомендованные для употребления продукты питания. Рыба, морепродукты, мы помним, не сырые, приготовленные. Курица, индейка, сыр, творог, капуста, масло растительное, фрукты, какао, белок. Не забывайте кушать белок, овощи, фрукты. Ради Бога, нашим пациентам нужно и можно кушать мясо, фрукты, овощи и витамины. Пожалуйста, рекомендованные комбинации продуктов для повышения биодоступности белка. Это молочные продукты плюс каши, бобовые плюс яйца, яйца плюс картофель, спагетти плюс сыр. Нормальная русская еда, правда? Саркопения. Что же это такое? Это уменьшение мышечной массы тела, снижение функции мыш, которая обусловлена либо распадом мышечной ткани. То есть оно как бывает вследствие заболевания, так и в принципе оно происходит с возрастом. Я говорила о том, что старше 65 лет, 5 лет, там свои функциональные происходят особенности в организме. Саркопения развивается, к сожалению, с возрастом у всех практически. И почему нам интересен этот метод, этот термин? Потому что при развитии саркопении, то есть при уменьшении мышечной массы, увеличивается токсичность химиотерапии. И мы вынуждены уменьшать дозу, увеличивать интервалы, соответственно, мы меньше воздействуем на опухоль. Но, к сожалению, очень многие думают, что вот я там, я или он, или она такая крупная, здоровая, крепкая. На самом деле саркопения, это может быть и очень упитанного человека. Если человек выглядит упитанным, жирным, как хотите это назовите, это не всегда означает, что он здоров. К сожалению, недостаточность питания – это не нехватка жира, а недостаток именно мышечной массы. Да, существует термин саркопеническое ожирение, то есть жира много, мышц мало. Сиппинговое питание – это пероральное, то есть употребление через рот современных питательных смесей в жидком виде, частично, либо полное. То есть человек может либо полностью питаться только этими продуктами, либо дополнять свое обычное питание небольшим количеством этих продуктов. Сиппинг – это прием питательной смеси через трубочку маленькими глотками медленно, в течение 20-30 минут. Медленно, маленькими глотками. Это принципиально, чтобы не развилась диарея. А мы с вами уже знаем, что это такое. Фармаконутриенты – это естественные метаболиты организма или их производные, которые получают организм из растительных или биологических объектов или путем их химического соединения. Это и глутамины, аргинины, нуклеотиды, омега-3 жирные кислоты, преи-пробиотики, каротиниды, элькаретинин. Э – энтеральное питание, то есть тип лечебного или дополнительного питания лечебными смесями. И в этом смысле парентеральное питание противопоставляется парентеральному, когда питательные смеси доставляются через вену. И последняя буква в алфавите, но первая в нашей жизни – все мы личности, я. Я советую вам беречь себя, заботиться о своем здоровье. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.